Воскресенье После одной из поездок его встретил в Санкт-Петербурге личный кучер и повез на квартиру. На улице Василий Николаевич увидел сидевшего на мостовой крестьянина, который громко повторял «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Василий Николаевич узнал, что тот продал в городе последнюю лошадь, но деньги у него отняли, так как он был слаб от голода и не мог сопротивляться обидчикам. В деревне остались семеро детей, жена и отец, больные тифом. Решив умереть, крестьянин сел на мостовую и повторял как бы сам себе «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Поехал Василий Николаевич с ним на рынок, купил пару лошадей, телегу, нагрузил ее продуктами, привязал к ней корову и передал все крестьянину. Тот стал отказываться, не веря своему счастью, на что получил ответ «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Приехал Василий Николаевич домой. Перед тем, как идти к жене, вызвал парикмахера. Тот пригласил его сесть в кресло. А Василий Николаевич взволнованно ходил по комнате, произнося вслух «Не так, как ты хочешь, а как Бог даст». Вдруг парикмахер пал на колени и признался, что хотел убить его и ограбить. После этого Василий Муравьев, в будущем старец Серафим, раздал большую часть состояния и сделал вклад в Александра Невскую лавру.